Продолжается приемка дорог после ремонта. Один из обновленных районных участков оценила городская комиссия. На сутки без воды. Жителям каких улиц Барнаула придется запастись живительной и почему произойдет отключение. Боятся остаться без крыши над головой. Кто поможет жителям аварийного дома в горнике? Коллектив Локтевской центральной районы больницы обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию. Старший медперсонал нескольких отделений ЦРБ возмущает, что функции санитарок выполняют уборщицы. При этом они не получают положенных социальных выплат и гарантий. Эта ситуация возникла еще в 2017 году, когда в рамках оптимизации сферы здравоохранения в штатном расписании Локтевской ЦРБ санитарок перевели на должность уборщиц. Как нам пояснили в Минздраве края, это произошло, так как те, кто занимал должности санитарок, не соответствовали требованиям профстандарта. Однако спустя почти 6 лет их обязанности в медучреждении по-прежнему выполняют уборщицы. Выполняют качественно, не саботируя работу, подчеркивают обратившиеся в прокуратуру и трудоинспекцию сотрудники трех отделений. Но оплата их работы, считает младший медперсонал, не соответствует трудозатратам. Помогает медсестерия, младший медицинский персонал. То есть выполняет отдельные функции, которые связаны непосредственно с больными. Уборщица настолько чисто занимается уборкой. Уборка помещения, сериализация там все прочее. Не касается больных. Но у нас такого нет. Должностные инструкции остались должностные. То есть то же самое, что они делали, то и делали. А права их были ущемлены. Они были лишены дополнительного отпуска. Санитарки во время эпидемии ковида были лишены социальных выплат. Несмотря на то, что они контактировали с больными. А в феврале, добавляет представитель Локтевской ЦРБ, младшему персоналу было выделено 4,5 тысячи рублей дополнительно к зарплате. Но уборщицы, выполняющие функции санитарок, этих денег не получили. После чего и начали готовить обращения в разные ведомства. Но по данным регионального Минздрава, несоответствующих должностных обязанностей у уборщиц нет. А уход за больными осуществляют медсестры. Вместе с тем, по информации администрации Центральной больницы Локтевского района, в июне текущего года четыре уборщицы служебных помещений операционного блока прошли профессиональное обучение по должности санитар. С 10 июля 2023 данные работники выполняют дополнительную работу по должности санитарка на условиях совмещения в операционном блоке, за что им установлена соответствующая доплата. И к другим темам. Министр экономического развития страны Максим Решетников высоко оценил идею промышленного технопарка в Барнауле. Во время своего рабочего визита в Алтайский край министр посетил площадку будущего комплекса. Подробнее в нашем сюжете. Этот проект в очередной раз докажет, что Алтайский край не только аграрный, но и промышленный регион. Технопарк-компонент в Барнауле начали возводить в этом году на условиях частного государственного партнерства. Сегодня будущий комплекс строят на площадях Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения. Мы были генподрядчиком на Рубцовске, это был первый технопарк. И поэтому мы уже имеем опыт строительства. И здесь уже некоторые процессы, они просто откатаны. И поэтому здесь гораздо быстрее ведется строительство. Первый технопарк в регионе открылся в прошлом году в Рубцовске. Так же, как и в Барнауле, по инициативе Рубцовского завода запчастей, входящего в группу компании «Алмаз». Производственная площадь Рубцовского технопарка Юг Алтая 13 тысяч квадратных метров. И сегодня она на 70 процентов заполнена. Еще один технопарк создан в Бийске. В Барнауле промышленный технопарк откроют в 2024 году. На площади более 6 тысяч квадратных метров разместится порядка 12 резидентов, которые создадут более 70 рабочих мест. В технопарке компонент предусмотрена одна из форм сотрудничества. Это с базовыми нашими вузами. В плане и экономики, и в плане как раз технологии, развития конструкторских мыслей, идей, которые у нас есть на сегодняшний день у нашего поколения. Поэтому как раз, наверное, в молодости есть развитие нашего технопарка. По мнению экспертов, именно успешный опыт Рубцовского технопарка позволил в регионе открыть еще две промышленные площадки. Дело в том, что на их создание государство выделяет по 500 миллионов рублей, при условии софинансирования со стороны инвестора не менее 20 процентов от стоимости проекта. Будущий технопарк в Барнауле накануне посетили сенатор Алталтайского края Виктор Зобнев, министр эконом-развития Максим Решетников и губернатор региона Виктор Томенко. Ну, я, честно, не могу сейчас на вскидку вспомнить другого региона, которому дали три промпарка. Ну, такие заявки были сильные, потому что я еще посмотрел по экономике, очень эффективно там. Сегодня край активно перестраивается на импортозамещение в сельхозмашиностроении, ведь некоторые предприятия сталкиваются с проблемой поставок деталей и узлов из-за рубежа. Технопарк может решить эту проблему, а его резиденты сами смогут производить составляющие для машин. Только что мы были на заводе «Анитим» и вместе с Рубцовским заводом запасных частей они сегодня освоили и производство S-образные стойки для культиваторов. А это продукция, которая поставлялась нам из-за рубежа Италия, Испания, Германия, вот эти страны. Они сегодня подшипниковые узлы освоили производство, то, что раньше поставлялось нам из Канады и сегодня закрывают потребности рынка нашего отечественного. В целом отрасль при стартовых позициях 2000 года 25% мы производили внутри Российской Федерации, 75% мы закупали, сейчас ситуация уже принципиально поменялась. 75% мы производим, начиная от тракторов, комбайнов, прицепной сельскохозяйственной техники, мы производим уже в Российской Федерации. При этом сельхозтехника края поставляется не только в другие субъекты страны, но и за рубеж. Новый технопарк в Барнауле, несомненно, станет новым толчком развития региона. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Диестолка. Несколько семей из Горняка боятся остаться без крыши над головой. Дома, в котором они проживают уже 70 лет, и он пришел в негодность. В стенах трещины, в подвале вода, фундамент уходит под землю. Помимо СМИ, коммунальные истории заинтересовались прокуратура и Следственный комитет края. Поможет ли это спасти разрушающийся дом, смотрите в сюжете. Вот я вот так кину камушек. Вот так и развлекаются. Бросают камушки, любуются кругами на воде и ходят по замкнутому кругу. Жители двухэтажки в Горняке ежедневно обрывают телефон своей УК. Требуют устранить бассейн в подвале, отремонтировать дом, который уходит под землю. Вон он подвал. И там вода. У нас дом накренился. Он у нас просто-напросто развалится. А развалится только потому, что у нас в подвале на протяжении, я не знаю, ну может быть 30 лет, стоит вода. У нас полный подвал воды. Ну то есть там метров, метра четыре. В стенах трещины штукатурка сыпется. Два года назад был апогей и разрушений. В подъезде лопнула стена. Жители чудом не пострадали. Все девчонки выскочили, напугались сильно и МЧС вызывали. Обследовали, вскрыли пол и увидели, что там пропало, фундамент пропал. Управляющая компания все там подлили, заштукатурили. Два года прошло и снова пошла трещина. Управляющая организация выполняет текущий ремонт. Я буквально вчера был на этом доме. У них образуются трещины, да, рабочие трещины. Но путем текущего ремонта их устранил. Устранила управляющая организация. Дом 1952 года постройки. Аварийным не признан. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 2008 году. Около 2 миллионов рублей ушло на то, чтобы отремонтировать крышу, фасад, систему электроснабжения. Но капремонт, жалуются жители, не помог. Дом как проседал, так и проседает. Одна из причин – грунтовые воды, отмечают в администрации горняка. У нас горняки, сами понимаете, местность заболочена. И есть момент большой концентрации воды в подвале. Сейчас в мэрии решают, как спасать разрушающееся здание. А между тем, условиями содержания людей заинтересовалась Алтайская прокуратура и региональный следственный комитет. Они организовали проверку в отношении должностных лиц города. Понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что жители двухэтажки рискуют оказаться под завалами собственного дома, узнаем после ведомственных проверок. Мы продолжим следить за коммунальной проблемой в горняке. Валентина Аскерова, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сразу три дорожных участка Барнаула ввели в эксплуатацию после ремонта. Это участки улиц Гущина и Островского, часть проспекта Космонавтов. Качество новой дороги по Гущина проверили городские власти во главе с мэром Вячеславом Франком. Подробнее в сюжете. 13 дорожных объектов города попали в этом году в национальный проект. На восьми участках работы продолжаются. Причем у городских властей есть уверенность, что ремонт не затянется, ведь график подрядчик соблюдают строго. Между тем, несколько участков дорог уже ввели в эксплуатацию. Насколько дорожное покрытие после ремонта соответствует нормативам и стандартам, сначала проверила специализированная организация. А уж затем визуально оценили глава города, его заместитель по дорожному хозяйству, глава Ленинского района и депутат городской думы. Если обратить внимание на те улицы, которые на сегодня в работе, может быть за исключением таких капиталоемких, как улица Малахова, по сути мы уже такие улицы районного значения делаем. Ближе к глубинке района. То есть мы основные магистрали, опорную сеть за последние шесть лет привели в порядок. И уже имеем возможность заниматься вот такими улицами, которые безусловно важны, но важны внутри микрорайона. В этом году пришла очередь и участка Ленинского района по улице Гущина от Кавалерийской до Попова. Депутат городской думы Иван Огнев в рамках приемки поделился воспоминаниями, каким был этот участок дороги в его школьные годы. Путь в учебное заведение тогда не был безопасным. К тому же из-за плохой дороги всегда приходилось носить с собой сменную обувь. Конечно, люди обращались неоднократно, говорили о том, что нам тоже хочется жить нормально, чтобы были тротуары, были парковки, была хорошая дорога, были современные остановочные пункты. И вот на сегодняшний момент как раз проект безопасной и качественной автомобильной дороги позволяет это сделать. И при поддержке губернатора Алтайского края реализуются и местные власти, администрация города Барнаула, лично глава выезжает регулярно, причем смотрит до и после. Как сообщил глава Ленинского района Евгений Авраменко, в этом году только в его районе по нацпроекту отремонтируют четыре дороги. Три уже сделаны. По его словам, жители радуют, что появились и безопасные подходы к школам. Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что только в краевой столице ежегодно из бюджета всех уровней на дороге выделяют 3,5-4 миллиарда рублей. Правительство края ведет системную работу по развитию дорожной отрасли. Благодаря этому столица региона становится все более современной, комфортной и удобной. Татьяна Голубева, День Столком. В Бийске подросток и его мама спасли женщину от мошенников. Парень решил найти подработку, разместил резюме в интернете. С ним связался некий работодатель и предложил работу доставщика документов. Затем сообщил адрес и попросил забрать посылку у таксиста. Помочь с работой мальчику решила и его мама. Юноши сказали, что в пакете нужно найти конверт с деньгами и перечислить их на указанный счет. Подросток и его мама поняли, что это мошенники и обратились в полицию. Сын говорит, зачем мне эти заморочки, я никуда ничего переводить не буду. Либо я вам, давайте, вы забирайте этот пакет, и что хотите делать, либо я иду в полицию. Ну и тут уже последовали угрозы, звонки с угрозами. Что ты работу взял, ты работу сделай, а потом иди куда хочешь. Ну и все, мы как бы развернулись и в полицию поехали. В конверте находились 100 тысяч рублей. Позже мальчик и мама узнали, что деньги принадлежали 58-летней жительнице советского района, которая стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». В итоге злоумышленники не смогли довести дело до конца. Возбуждено уголовное дело. В МВД России по Алтайскому краю решили о предоставлении подростка к поощрению. Жители края предупреждают, что подростков стали все чаще втягивать в преступные схемы через интернет. Правоохранители призывают родителей находиться в постоянном контакте со своими детьми. Ну а мы продолжаем. С вечера среды часть жителей Барнаула на сутки останется без воды. Причина – проведение масштабных работ Барнаульским водоканалом. В период с 23 часов 9 августа и до 20 часов 10 августа специалисты планируют заменить две задвижки. Полностью без воды будут жители дома по адресу Павловский тракт 74. Остальным потребителям будут подавать воду на пониженном давлении. На вашем экране список адресов домов, которые попадут под снижение давления. В разных частях города это будет по-разному. Где-то выше пятого этажа воды не будет, где-то выше второго этажа воды не будет. Но просим отнестись с пониманием к этой ситуации. Заблаговременно набрать воды в необходимом объеме. Постараемся в кратчайшие сроки, без задержки сроков, выполнить все необходимые плановые работы. Замена задвижек, по словам специалистов водоканала, в дальнейшем при возникновении аварийных ситуаций на водопроводных сетях юго-западной зоны Барнаула, позволит минимизировать зону отключения и сократить число абонентов, попадающих под отключение. Учитывая, что в этот раз социальные объекты под отключение не попадут, подвозить воду в жилые дома не планируют. По всем вопросам можно звонить по телефону 500-101. Уже завтра на Грибном канале дадут старт двухдневным международным юношеским соревнованиям по гребле на байдарках и каное памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. Спортсмены из восьми стран будут выяснять, кто из них лучше на воде. О том, как готовят Грибной канал к таким крупным стартам и чего ожидать зрителям, расскажем далее. За день до международных соревнований памяти заслуженного мастера спорта Константина Костенко на Грибном канале Чиждогладь. Но уже завтра здесь будет шумно, напряженно и эмоционально. Ведь 200 спортсменов из восьми стран на сто процентов готовы показать, на что они способны. На Алтайскую землю приехало 200 спортсменов из Азербайджана, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. И последние, кстати, пока что единственные и первые, кто тренируется на воде. Сегодня решили тоже приехать пораньше, сделать и утреннюю тренировочку, и вечернюю, чтобы еще более привыкнуть к каналу, к местной воде. Вода хорошая, ветер не мешает, роза ветров отличная, то есть нет бокового какого-то ветра, который ставил бы в неравные условия спортсменов. Поэтому этим остались довольны. Турнир памяти Костенко в статусе международный пройдет впервые. Это стало возможным благодаря участию в нем на протяжении многих лет спортсменов из разных стран. У нас и в прошедшие годы стоял вопрос, участвовали международные различные команды, а статус был всероссийский. И поэтому некая проблемка была в этом. И раз участвует достаточно большое количество других стран, поэтому мы обратились год назад во Всероссийскую Федерацию с просьбой включить нас в план проведения международных соревнований. Заезды начнутся уже завтра с 10 утра. Спортсмены до 15 и до 17 лет выступят на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. А отдельная категория взрослые попробуют свои силы на дистанции 10 километров. Вход для болельщиков свободный. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Скорость, жженая резина и предстартовое напряжение. Вселенного Романово Калманского района состоялся Кубок Сибири чемпионата Алтайского края по дрэк-рейсингу. 99 пилотов приняли участие в соревнованиях разного уровня. За это время зрители в общей сложности увидели 233 заезда. По итогу гоночных баталий лучшими на чемпионате края стали пилотесса из Красноярска Оксана Яковлева, барнаульцы Илья Овсяников и Евгений Закревский. Житель Томска Станислав Григорьев. А в противостоянии на уровне Сибири среди лучших два новосибирца Владимир Черкасов и Евгений Филатов, а также барнаулиц Евгений Ратанов. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова